В зоне АТО трое военнослужащих сегодня получили ранения. Здесь до полусотни обстрелов за день. На Луганском направлении боевики бьют из ствольной артиллерии под Авдеевкой. Противник по-прежнему использует 125-й, 125-мм калибр и минометы. Тяжелые орудия подтянуты к Донецкому аэропорту. Все подробности узнаем у Ирины Баглаяна на месте. Сейчас полная тишина, потому что позвонили и сказали обессе работы. Редкое затишье на позициях военных возле Донецкого аэропорта. Перед ними терминалы аэропорта и дачный поселок Спартак, которые боевики давно превратили в свои укрепрайоны и огневые позиции. Александру повезло. Он уцелел после попадания из танка по одной из наблюдательных позиций. Встал, как обычно, в бинокль. Отошел к телефону, к ТАПику. И как раз танк ударил. Мне, можно сказать, повезло. Я выскочил оттуда быстро. Ну, ребят, немножко посекло. Один тяжело раненый. Уже сделали две операции. Второй контуженный, третий контуженный. Ну, уже идут о поправку. Все нормально. Невзирая на то, что боевики засыпают снарядами на постах, даже во время обстрелов остаются наблюдатели. От них зависит все подразделение. Смельчаки фиксируют, откуда и куда целится противник. Бил приблизительно со Спартака. Дачный поселок, но там практически уже, я так думаю, никто не живет. Да, скорее всего, никто не живет, потому что они там ходят, как у себя дома. Они из домов ведут огонь. Конкретно подряд, МИН по 6-7 прилетает на позицию, как из куста. Ну, а так, периодичность, может, раз в две годины, раз в годину. Казалось бы, тишина – лучшее время, чтобы восстановить разбитые позиции и укрепиться. Но малейшее движение военных вызывает новую волну огня со стороны врага. Мишень боевиков – мирный город, который за спинами военных, а цель – психологическая атака, уверены пехотинцы. Помимо нас, он в Авдеевку попадает тоже, по мирным жителям, пролетает мимо. Это вообще, по сути, мы там и не их цель, а мне кажется, их цель – спровоцировать мирное население, чтобы против войны. А мирное население всегда винит тех, кто ближе, правильно? Ну, как летит, конечно, я видел. Над нами это все летит. Как по расписанию, после обеда линия фронта оживает. Готовые к вечернему бою военные говорят, их самая крепкая броня – любовь родных людей. Помогай мне, сынуля, которому сегодня исполнилось три года. Сынуля, я тебя поздравляю с его рождением, желаю тебе счастья, здоровья, что ты у меня самый лучший. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей из Донецкой области. Подробности – телеканал «Интер».